Шалом, дорогие друзья! Начался месяц Адар, что означает, что скоро нас ждет великий праздник Пурим. Нельзя дать Ецарара возможность обесценить этот день в наших глазах. Ецарара нам говорит, карнавал, маскарад, лехаим, простой день, еврейский хэллоуин. Нет и нет и нет, говорят нам наши мудрецы, что Йом-Кипур, когда первосвященник, заходил в святая святых, в самый святой день в Йом-Кипур, искупая все грехи всего народа. Этот день не приближается к Пуриму, который самый-самый святой, когда Всевышний особенно близок к нам и слышится каждая молитва. К этому дню нужно готовиться, нельзя его пропустить. Итак, мы знаем историю праздника. Была огромная угроза, и Всевышний чудесным образом спасает нас с помощью Мордыхая и царицы Эстер. Задают мудрецы в Талмуде вопрос, если была такая огромная угроза, а угроза была колоссальная, то значит система не в порядке, взаимоотношения с Богом не работают правильно, систему трясет, есть враг. Если есть враг, значит с Богом мы как-то неправильно коммуницируем. А если есть такой враг, то что-то совсем не так. Спрашивает Талмуд, что же было не в порядке в отношениях с Богом, с соблюдением его Торы? Отвечает Талмуд. Евреи в то время пошли на царский пир. Мы знаем, мы открываем Мегелат Эстер. Сразу начинается в Мегелат Эстер, что Ахашвирош устраивал пир, вечеринку на полгода, 180 дней гуляли, пили, кушали, отдыхали. И мы пошли на эту вечеринку. Здесь, говорят мудрецы Талмуда, здесь находился корень того великого греха. Как человек может ходить на вечеринки на полгода подряд? Это вообще, что такое? Так нельзя. Каждый из нас создан по образу и подобию Бога. Мы можем творить, словно Творец. Он дал нам полномочия и ресурсы. Мы можем помогать друг другу. Мы можем строить семьи. Мы можем духовно развиваться, строить больницы и школы. Нам нельзя ходить на вечеринки на 180 дней пьянки. Говорят нам наши мудрецы. Это был источник греха. Гуляем, ничего не нужно делать, беззаботно отдыхаем, ни о чем не думаем. Вот вам грех, который причинил и помог, и дал возможность Аману создать такую огромную угрозу. Грех заключался в том, что давайте будем, не будем ничего делать. Будем отдыхать, будем ходить на пир, на вечеринки. Это большая проблема. Каждый из нас создан по образу и подобию. И нам дали большие-большие полномочия. И Всевышний ждет от нас результата. Сто лет в этом мире мы работаем, мы создаем, мы приближаемся к Богу, выполняем Его заповеди, а потом бесконечно долго мы отдыхаем в райском саду вместе с Ним. Но эти сто лет мы должны и можем отработать. Вот какой был чудовищный грех в те времена. И Всевышний спас нас, потому что мы раскаялись, мы молились. И снова написано в Пуре, приняли на себя Тору. Новое дарование Торы. Мы готовы работать, мы готовы создавать, мы готовы идти к Тебе, Творец. И Всевышний дал нам Пурим. Хат Самех.